СМИ сообщают о смерти поэта Николая Добронравова, мужа Александры Пахмутовой. Легенда советской и российской сцены умер на 95-м году жизни, 16 сентября перестало биться сердце поэта Николая Добронравова. Лауреат государственной премии СССР умер после тяжелой и продолжительной болезни. Российский поэт-песенник долго боролся с недугом, но не смог победить. Пока что нет подробной информации, как провел последние дни легендарный композитор и автор сотни хитов, которые любит и поет вся страна. Его жена Александра Пахмутова пребывает в шоковом состоянии, ведь вместе с мужем она прожила вместе более 65 лет. В одном из интервью Пахмутова рассказала, как в те годы Добронравов был артистом ТЮЗа, а также много вел передач на радио. Ее тогда пригласили и предложили написать детскую песню, которую назвали «Лодочка моторная». Во время работы состоялось знакомство, которое и предопределило всю дальнейшую жизнь двух знаменитостей. За долгие годы работы Александра Николаевна создала более 400 песен, и большая часть из них написана на стихи супруга. Советская публика точно знает такие композиции, как «Орлята учится летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие. Отметим, что в 2020-м Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом. Учитывая серьезный возраст двух звезд и их хронические заболевания, было принято решение позаботиться об их здоровье и незамедлительно заняться лечением. Это принесло свои плоды. Тяжелая стадия миновала, композитор и поэт смогли восстановиться и вновь стали посещать различные мероприятия. Последнее время они редко выходили в свет, предпочитая находиться дома и заниматься делами. Александра Николаевна, как говорят источники, продолжала писать песни вместе с мужем, который фонтанировал идеями. Пока что официальной информации о дате и месте похорон данных нет. Предполагается, что прощание будет открытым, чтобы многие поклонники и почитатели таланта Добронравова смогли лично попрощаться с кумиром. О том, где и когда это случится, родные и близкие сообщат дополнительно.